Блин, Вано, ты серьезно? Ты завершаешь скейт-карьеру? Так пора бы уже. Уже за 30, да и на завод можно пойти. Помнишь, дабл-хил делал с трех? Все, уже не могу. Реально? Просто не тот. Воу-воу-воу-воу! А что там такое? А что ты запнулся? Это намазанный поребрик? Как будто бы да. И что, по нему тоже можно кататься? Кому в этой глише надо было вообще мазать? Интересно, да, что тут происходит? Пацаны, о чем вы удивляетесь? Мы тут уже 100 лет катаемся. Это наш слэпи-спот. Вы прямо по этой штуке катаетесь? Ну так да. Здесь даже прыгать не надо. Слушай, Вано, звучит как идеальное продолжение карьеры для тебя. Переходишь на слэпи? Как вариант. Можно попробовать. А снова слэпи. Мы всегда готовы показать. Че, погнали. Меня зовут Миша Ушков. Меня зовут Макар. И сегодня мы вас научим делать бэксайд-слэпи. И фронтсайд. Краткий основе вы слэпи, правильно? Да. Поехали. Начнем с бэксайд-слэпи. Он состоит из двух этапов, но про сход я не буду рассказывать. Начнем с захода самого сложного. Его тоже можно на две части поделить. Первое – это передние подвески, когда вы заходите. И второе – это доведение заднего трака прошу до реврика. Это делается двумя способами. Либо у вас передняя подвеска заходит, и вы как реветом доворачиваете. Либо за счет скорости у вас доска сама просто заезжает. Чтобы заехать передним траком, это самое сложное, это самый ответственный момент в этом турке. Вам нужно будет чуть нажать на боковую сторону доски, чтобы у вас задние колесики поднимались. То есть примерно вот так вот. И в этот момент толкнуть доску вперед. То есть как бы просто проехать. Не надо поднимать tail, ничего лишнего делать. Не надо нажимать на nose. То есть вы просто стоите, как бы нажимаете на бок и просто едете, толкаете доску вперед. Как только вы попали хотя бы передним траком, либо ждете, когда у вас за счетомер просто зайдет, либо сами его реверком доставляете. И сейчас я вам покажу, как это делается. Приступим к обучению в фронтсайд слэпе. Это посложнее чутка, чем бэксайд, а может и не чутка. В общем, чтобы сделать этот трюк, для начала можно перпендикулярно бордюру под 90 градусов тренироваться, заезжать через переднюю подвеску. То есть разгоняйтесь, ставьте ноги обязательно широко. Примерно вот в такую позицию. Затем, получается, набираете скорость и врезаетесь в бордюр, в поребрик, нажимая на пятку. Здесь обязательно нужно нажать на пятку, чтобы подвеска сделала вот такое движение. Когда колесо зайдет на бордюр, и уже переносится вес на носок, ноги на носок, и доставляется задняя довеска в рог. Поначалу будет получаться без скольжения. То есть будете просто вставать, фиксироваться, немножко сходить. Дальше постепенно, как уже будет получаться, заходить просто на стол. Можно уменьшать угол. То есть брать его там 45, ну условно да, хороший угол 45. Брать скорости побольше и делать то же самое движение, как в 90-м, только уже с другого угла и будет получаться проскалзывание. Отлично, покажешь? Покажем. И еще очень важная штука для того, чтобы сделать фронтсайд слэпи, бэксайд слэпи. В момент, в самый момент заезда, вы должны максимально убрать вес тела с доски. То есть максимально постремиться, как будто бы макушкой к небу, прям вытянуть все вверх. И плечи, плечи, плечи обязательно чуть-чуть должны завалиться назад вначале. Это будет страшно, но завал плечей и убирание веса с доски позволит заехать. Вот. И скользить долго. Долго. Как-то так. И счастливо. Да, долго и счастливо. Пацаны, я когда-то здесь был лучше. Пацаны, я когда-то здесь был лучше. Б guidance. Блин, давайте серьёзды. Реально, мэн! Реально, мэн! Ой, блядь! Реально, мэн! Ой-ой-ой! Ну что, как вы поняли, мы на Слэппи-споте! Это так-то уникальное местечко У нас в ИГБ С чего началась история Слэппи-спота Я жил Когда-то в том доме кирпичном И стал замечать, что тут Какие-то чуваки катают все время Причем все время, это реально все время То есть в любое время суток Кроме темного, кроме ночи Ты приходишь сюда И они тут катаются И катаются по поребрикам Что, естественно, нас заинтересовало Мы что-то начали приходить сюда С ними тусоваться Оказалось Чуваки, чисто слэппи-энтузиасты Которые день и ночь готовы Делать эти слэппи И вот, собственно, они здесь Вот, и хотелось бы спросить С чего началась история слэппи? Как вы для этого тогда были? Мы все вместе познакомились на новом спорте Ну просто сошлись в интересах по трюкам И так далее Каком-то общем мировоззрении скейтбординга Вот, я стал в инстаграме просто наблюдать Как ребята делают слэппи Ну и из инстаграма, скорее всего, узнал вообще про этот трюк Самый такой райдер, который меня вдохновил Это Рейн Медакс был Я с ним переписывался в инстаграме Он с трех лет катается И ему на тот момент было 50, что ли, где-то лет И у него все видео это просто слэппи Просто слэппи Ну он просто разный их делает У него один и тот же почти фронтсайд свэппи Бэксвайд свэппи там с разными аутами Вот, ну и мы что-то этим заразились Как бы хотели так же научиться Сначала на парковке по таким Ебанским бордюрам делали, таким квадратным Острым, не скользящим И тут просто на локальном споте Увидели как бы классные бордюры Стали учить Заметили, что, блин, они такие удобные И пришла в голову идея Просто вот это место, ну, покрасить бордюр Раскопать его, чтобы тут на фигуах На трансварах скользить можно было Ну и оно просто очень удобное Парковка просто, на которой ни машин Ничего нету И все, стали кататься здесь каждый день Поправить можно Мишу, мы катались и ночью И зимой катались, снег расчищали Ну, не зима, весна была Но был снег еще То есть мы приходили Дня два, наверное, снег расчищали лопатами Чтобы просто поскользить по бордюрчику И вот, в общем, и все Интересно Ну, многие могут сказать Что москвичи, москвичи Не уровень, ну, про слэпи, да? Но, блин, что реально поражало Это вот именно, что ты приходишь И они просто всегда делают эти слэпи То есть именно их энтузиазм Который, видимо, и по сей день не угасает Он, блин, настолько заряжал, что у них какое-то свое видение Реально, это было супер круто Но знаете, что я вот хочу спросить? Был же третий игрок И очень мощный Джека в вашей тусовке Он был лучшим по слэпи Где он сейчас? Да, Джека Джека был Сейчас, честно сказать, вообще не могу Где он? Не общался с ним еще давно Вот Мы его позвали на съемки Но он же пришел Не знаю, может мы его откопаем еще Может он столько делал слэпи, что Больше их никогда не сможет делать Да, может быть Я думаю, это так Превысил лимит Он дошел, да, на слэпи пенсии Превысил лимит слэпи Даже со слэпи можно уйти на пенсию Хотя казалось бы, слэпи это пенсия Но на самом деле А, я вот где-то год назад Джеку встретил на районе Типа, о, Джека там, типа А ты где вообще? Че с нами не катаешься? Снимаешь, погнали А он с девушкой че-то был Такой, типа Ну вот как-нибудь, можно И я подумал Он что, предал философию слэпи ради баб? Как вы думаете? Без баб Без баб Без олли Вот так было Ну сейчас Сколько прошло? Четыре года Получается Пацаны немножко реже стали кататься Видимо взрослая жизнь, да, наступила Скажите, какие изменения там у вас произошли с тех пор? Да Да, ну Работа Там, семейная жизнь И На скейкбординг Стало уходить гораздо меньше времени, чем раньше То есть, раньше можно было просто беззаботно целыми днями Там, часов по двенадцать Мы просто реально Катались Что-то снимали какие-то видосики в инстаграм Было прикольное время Вот Сейчас все по-другому Но я думаю, что Ну вот этот запал Что-то делать необычное И На примере вот этих всех слэпи трюков Это прям очень круто И я думаю, что мы Продолжим это делать Уйдем Да, да Жеку вытащим по-любому Надо будет бедонное что-то начать строить Собрать ребята, тоже энтузиастов, кто хочет вложиться И попробовать вот в этой области Бетонные фоторы сделать Да, да, да У нас были идеи по облагораживанию этого места Прям сделать какой-то Такой прям, да, DIY скейт-парк Но как-то И бюджетов мы Насобирали Из своих там карманов Потому что Ну это все прям дорого Если делать хорошие качественные фигуры Вдвоем просто тяжело Надо больше людей Ну и инициатива замечательная Думаю, мы ее поддержим Тем более место реально уникальное Если раньше тут еще была охрана Какой-то забор То тут сейчас, по-моему, все заброшено И то есть тут можно отличный DIY полноценный Прям спот еще модернизировать Поэтому Ну Я думаю, что что-нибудь придумаем Да? Пример того, что даже тут ничего не тронет Катались какие-то ребята с самокатерами Видимо Не маленькие Построили мини-кикера И пожалуйста Он стоит уже тут неделю-месяц не тронутый абсолютно Если что-то здесь фитонное Тем более строить Я думаю, с ним ничего не будет То есть Парк будет долго стоять На нем будут кататься Ну Примерно так Я думаю, сейчас мы проведем еще небольшую экскурсию По всему споту Что тут есть Помимо вот этих двух парябриков Посмотрим У нас есть люк, через который можно поплиповать У нас есть люк, через который можно поплиповать А также тут есть мой любимый уголок для вкинания поребриков Так, ну что у нас тут Есть еще вот такой вот психоделический заезд Совершенно обезбашенный Так, ну что пацаны, представьтесь нахуй Миша Ушков Макар Никита Юрьевич Более известный как Панама Костик ССБ Леша Просто Леша? Леха труп Короче, сегодня мы немного обучились слэпи Посмотрели легендарный слэпи-спот Как бы такое уникальное место в ЕКБ Вот, день прожит не зря, так сказать Всем спасибо за участие, спасибо за трюки Жалко, что стемнело, я вот сейчас с фонарем приходится Не заценили только вот это чудо с кейпакостроения Но возможно в следующем выпуске Вот, так что давайте Всем пока, всем спасибо Все, давайте Let's go Костик с канала Костик ССБ Подписывайтесь Скоро будет видео вместе с Мишей Yeah, man Все, подписываемся Ссылочка в описании Все, до свидания Всем пока У нас есть люк, через который можно под... Бля, кто там щелкает? Панава не щелкай! У нас есть люк, через который можно поделать Олли или другие флипы Олли или другие флипы